Долгожданную встречу с известной во всем мире спортсменкой начали с лирики. Юные певцы, танцоры, подопечные реабилитационного центра действительно ломают барьеры. Своими успешными выступлениями на республиканских и российских сценах они, со слов педагогов, разрушают стереотипы о том, что есть необучаемые дети. Большую помощь в работе оказывают различные фонды и спонсоры, благодаря которым регулярно появляется новое оборудование и инвентарь. Сегодня у нас очередная встреча депутатам Государственной Думы Российской Федерации Баталовой Риммой Акбердиновной. Она у нас не раз уже в нашем учреждении не раз помогала. У нас много оборудования и спортивного инвентаря в нашем учреждении, которыми дети с удовольствием пользуются. С особенными ребятами необходимо больше заниматься. Огромную роль в этом деле играет специализированный инвентарь. Например, такой, который реабилитационный центр города получил в дар от регионального общественного фонда Риммы Баталовой «Молодость нации». Педестал, который есть в жизни, он доступен каждому. Но педестал, он может быть не только в спорте, он может также в любой сфере, в которой вы сегодня выберете. Но не сегодня, а в своей жизни выберете. Потому что каждый человек стремится к тому, какая у него мечта. Мечты сбываются. Вы это уже поняли. Потому что мечта действительно сбывается. Вы захотели спортивный инвентарь. Вот он у вас уже здесь. Присутствовал на встрече глава администрации городского округа. Ратмир Мавлиев пожелал подопечным реабилитационного центра не останавливаться на достигнутом. А еще непременно заниматься спортом. Сегодня, с учетом такой поддержки с уровня Российской Федерации, я уверен, что каждый может открыть для себя спорт. Заниматься этим спортом. Сегодня есть отличные возможности, отличные команды. И реально спорт доступен каждому. И спорт может быть спортом высоких достижений, и не очень. Но каждый человек может себя там занять, открыть. И даже Радий Париж Кабиров говорит, что спорт изменил его жизнь в целом. Более тысячи особенных мальчишек и девчонок посещают сегодня реабилитационный центр Нефтекамска. Чаще всего визиты проходят в сопровождении родителей. И чтобы ожидание было не столь утомительным, педагоги разработали проект «Школа матерей». Его они представили на всероссийском уровне. Теперь опыт нефтекамцев применяется в различных центрах по всей стране. В рамках инклюзивного праздника спорт доступен каждому от Межрегионального общественного фонда Риммы Баталовой «Молодость нации». И совместно с Московской ассоциацией массажистов, представительство которой есть в Нефтекамске, сегодня проводится акция в «Школе матерей. Массаж спасет мир». Эта акция не первая, она традиционная, когда мамочки реабилитационного центра получают релакс-массаж, снимают мышечные зажимы, получают эмоциональное наслаждение, что очень важно в процессе реабилитации и абилитации детей. Завершилась встреча с именитыми гостями осмотром залов и кабинетов реабилитационного центра. В этих небольших, но очень уютных и оборудованных помещениях дети проходят реабилитационные и оздоровительные процедуры, изучают новые предметы, развивают мелкую моторику, учатся петь и танцевать, чтобы потом покорить сердца даже самых закоренелых скептиков и показать, что и среди особенных детей нет необучаемых. Зульфия Амирова, Валерий Зазулин. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok